Вице-премьер, между Арменией и Грузией в 2021 зафиксирован рост объема товара оборота одним из вопросов повестки сегодняшнего заседания является сотрудничество в энергетической сфере, учитывая экономические и безопасностные компоненты последнего. Мы придаем большое значение развитию транспортных связей и коммуникационных путей двух стран, где у нас есть успешные результаты, имея в виду развитие транспортных связей и коммуникаций в 2021 году, с марта возобновились регулярные рейсы между Арменией и Грузией, с июня возобновлена работа пассажирской железной дороги. В 2021 году в сравнении с 2020 года, увеличились объемы грузоперевозок сухопутным путем. Об этом на 11-м заседании армяно-грузинской межправительственной комиссии в Тбилиси заявил вице-премьер Армении Амбарцум Мативасян. По его словам, в 2020 году пандемия коронавируса оказала негативное влияние на мировую экономику, не обошла и торгово-экономические отношения Армении-Грузии. Однако, благодаря противоэпидемиологической стратегии и осуществленным мерам наших стран в 2021 году, по сравнению с тем же периодом прошлого года, мы зафиксировали более 40% на и рост двустороннего товара оборота. Эта динамика, несомненно, внушает оптимизм, отметил он, добавив, что стороны заинтересованы в использовании пока не задействованного потенциала. Мы также придаем важность укреплению и развитию регионального сотрудничества. В этом вопросе есть обоюдная заинтересованность в обеспечении необходимой вовлеченности в международные транспортные и коммуникационные программы, каким примером является участие Армении и Грузии в программах международных транспортных коридоров Север-Юг, Персидский залив, Черное море. Одним из вопросов повестки сегодняшнего заседания является сотрудничество в энергетической сфере, учитывая экономические и безопасностные компоненты последнего. Императивом становится также развитие сотрудничества Армении и Грузии в сферах оцифровки, телекоммуникаций, высоких технологий и кибербезопасности. Двустороннее межведомственное сотрудничество и проводимые в рамках сегодняшнего заседания обсуждения, уверен, приведут к желаемым обоюдным результатам, отметил вице-премьер. Он констатировал, что приоритетными перспективными направлениями для двух стран являются туризм и сельское хозяйство. С целью придания нового импульса сотрудничеству в этих сферах с нашими грузинскими коллегами обсуждаются ход существующих программ и инициативы, нацеленные на будущее. Не меньше интерес представляют вопросы экологии, труда, социальной, спорта и молодежи. В настоящее время конкурентоспособная, развивающаяся рыночная экономика должна быть основана на научно-образовательном и культурном потенциале. С этой точки зрения считаю необходимым обмен лучшим опытом в указанных сферах, стимулирование институционального взаимодействия и непрерывность регулярных профессиональных контактов, отметил вице-премьер.